Всем привет, дорогие друзья! С вами я Вероника. Как вы уже могли догадаться по названию видео, сегодня я снимаю распаковку с Валдереса, точнее распаковку косметики с Валдереса, а если быть еще точнее, косметика от одного бренда. Я видела много подобных комментариев у себя, где вы просили меня снять обзор на какой-то определенный бренд. Я уже снимала подобное видео, сегодня у меня на обзоре бренд Бенюаж. Французское название, которое переводится как быть красивым, очень мило, да. Полностью макияж делать нельзя, потому что у них больше такие, знаете, как кисточки, спонжки, что-то вспомогательное или для макияжа глаз. Но тем не менее, я решила вам показать их товары. Я не хочу вас задерживать, поэтому перед началом, как обычно, напоминаю вам о том, что я буду очень благодарна, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Также буду рада вашей подписке на мой телеграм-канал, ссылочка на который находится в описании под видео. И там же в описании я оставляю все ссылки и артикулу на товары из видео абсолютно каждый раз. Ну и напоминаю про свой нельзя-грамм, ссылочка на него также в описании. Иногда там пощу какие-нибудь милые рилсики. Ну что ж, а я начинаю. Я начинаю свою распаковку. У с такой гаммурникой упаковки я не могла сдержаться, очень хотелось мне ее открыть. Так, ну что ж, здесь. И там вот такие вот пучки, знаете, корейские реснички. Что вот такая вот книжечка тут. Они такие мягкие вообще. Тут микс из 10 и 13 миллиметров, всего 210 пучков и изгиб B. Клеем набор не входит, но у меня он вроде как должен был оставаться. Только посмотрите, какая милая ресничка. Я наклеила всего два пучка на этот глаз. Я пролила на себя клей, иногда неважно. Это выглядит вообще по сравнению с моим обычным глазом. Вот эти пучки намного круче. Вообще можно, например, только один использовать. Вот, и такой немножко, знаете, лисий, вытянутый взгляд получается. Я раньше так же примерно делала. Пучками можно сделать абсолютно любую форму, которую вы только пожелаете. Стоили реснички эти 380 рублей. Вот, очень милый набор. Им однозначно ставлю лайк 10 из 10, а вот клеями нужно будет заказать новый. Дальше хочу пройтись по кисточкам, потому что у меня очень часто спрашивают, чем я наношу макияж. И вот от этого бренда по отзывам кисточки просто великолепнейшие. Я заказала целых три штуки из трех разных объявлений. Начну, конечно же, с самого интересного, с набора, в котором две кисточки идут. Стоил он 550 рублей. Это самый, как по мне, нужный набор, потому что одна кисточка здесь для тона, а другая кисточка для консилера. Та, что побольше, шла вот в такой специальной защитной пленочке. У них основание коричневое, сами они такие, видите, немножко с переходом из черного в белый. Максимально приятные на ощупь. А кисточка для консилера тоже очень плотно набита, немножко скошенная. На самом деле, тональник растушевывать вот подобным очень удобным. Кисточки для консилера, отдельная моя любовь. Я ставлю здесь. И следующая кисточка тоже. Такая же защитная сетка. Если бы вы только могли почувствовать, насколько она мягкая, вы должны представить что-то самое-самое мягкое, что вы когда-либо трогали в жизни. На самом деле, это натуральный ворс козы. Я не знала, что козы бывают такими мягкими. Она подходит для пудры, для румян, для хайлайта, для чего угодно. Я, наверное, буду использовать ее для пудры. Она с двух сторон скошенная. Называется кисть факел. Стоила она 600 рублей. И сделана она, между прочим, в Корее. Кисточки также являются и профессиональными. Поэтому, если вы вдруг лизажист, то беритесь на заметку. Берем немножко хайлайтера. Сейчас попробуем нанести. Не от Revolution, но тут стерлось уже все. В оттенке Golden Lights. Вообще красота. Я считаю, что кисточки лишними не бывают никогда. Я всегда им нахожу применение. Я ставлю 10 вестей. Следующая кисточка показалась мне прям суперинтересной. Сейчас вот вместе ее открываем. Она стоила 400 рублей. Пришел мне вот такой просто один карандашик. Но нет. Это двухсторонняя кисточка. Просто тяните вверх. И она появляется. Это очень интересно выглядит. Со второй стороны еще одна кисточка. Просто клапачком открывается и закрывается. Она скошенная. И в целом они обе подходят как и для глаз, так и для бровей, так и для губ. Я вот эту кисточку нижнюю собираюсь использовать, чтобы немножко растушевывать карандашик. Если же вы красите брови, то это тоже отличный набор, потому что здесь самые универсальные кисточки, которые идут в очень удобной упаковке. Вообще, кстати, мне кажется, еще можно будет ее использовать для контуринга носа. Который у меня постоянно не получается в видео. Вы знаете, это по распаковкам. Я оставлю действий. Не отходим от темы растушевки и нанесения продуктов. Следующее это спонж. Пришел он мне в подобном таком пакетике черном. Там внутри не менее интересная, не менее черная упаковка. Вот такой вот футлярчик. Тут похожий на грибочек. Открывается. И внутри мы видим такой же черный спонжик. Очень мягкий он. Он износа стойкий. Ультра мягкий. Это факт. И без латекса. Футлярчик этот очень приятный на ощупь. Можно будет положить спонжик. И не переживать, что он испачкается, например, для перемещения. Спонжик является гипоаллергенным. И что очень важно, состоит из экологичного материала. И полностью разлагается в земле. В объявлении представлено три цвета возможных таких упаковочек. Можно также заказать просто отдельно спонжик. Мне очень нравится. Моя оценка тоже 10 из 10. Упаковочка на высоте. У меня здесь три целых подводочки. Две из них такие более натуральные. И одна прям термоядерная. Ее посмотрим в конце. Первое, насколько я понимаю, это коричневая подводка. Водостойкая, между прочим. И она матовая. У нее стойкая формула. Держится 24 часа. Какая золотая упаковка. Вот здесь написан цвет. Коричневый. Отмечаем красоту этой упаковки. Такой шестиугольничек. Тут или восьмиугольник. Стрихнули там внутри шарик. Какая ровная линия. Очень мне нравится, что кисточка прям супер-супер тоненькая. Все. Без особых усилий. Нажатие. Уже готовое имеется. Так, ну я тут уже заигралась. Переборщила. Теперь у меня просто какие-то альтушеские стрелки. Она очень удобное принесение. Очень мягенькое. Приятное максимально. И рисует отлично. Никак не плешивит. А то, что я только что нарисовала. И там вообще ничего не остается. Ничего не отпечатывается. Она засохла просто за секунду. Но подводка просто однозначно мой фаворит. Очень классная. Ставлю 10 из 10. И стоила она 400 рублей. Следующая подводка. Очень интересного цвета. Который называется бургунди. Я постоянно врился. В последнее время вижу макияжи с вот этим цветом. Либо ресницы красят. Либо опять же стрелки. Поэтому тоже решила поэкспериментировать, заказать его из того же самого объявления. Такой же восьмиугольничек. Но уже другой цвет подводки. Очень красивый. Красный. Также ультратонкая. Вау. Я в шоке от этого цвета. Просто это. На глазах он не кажется супер ярким. Но прям очень хорошо выглядит. Не плешивит самое главное. Ну и конечно же держится весь день. От цвета я в восторге. Но сегодня в видео я без стрелок. I'm sorry. Стрелки мне не свойственны. Но теперь я стану рисовать их чаще. Это миллион из десяти. Суперская. Ну а теперь переходим к этому самому интересному цвету. Подводка лайнер для глаз. В ной четвертом оттенке. И по этой голографической упаковке уже можно понять, что нас ждет. Вы только взгляните. Мне этот цвет напоминает разводы от бензина. Да, вот может не лучшее сравнение. Очень красивые спарклы. Какие же тут сияшки. Мы с моей подружкой буквально вчера решили сделать себе макияжи, как у Drag Queen. И вот для таких подобных сумасшедших макияжей эти тени подойдут отлично. Тоже супер стойкие они. Очень красивая упаковка. В объявлении были представлены наиболее спокойные оттенки. Такие розово-белые. Вот просто один раз провела и уже сочетание, переливание нереальнейшее. Ну и последние два товара. Это очень светящиеся тени. Вот такие милые две коробочки у меня есть. Мату уберем. Первый. Вы только взгляните. Это, наверное, самые блестящие тени, которые когда-либо у меня были. Боже мой. Сзади тут написан оттенок. Эти тени на магните, потому что их можно будет спокойно вытащить и переставить в профессиональную, знаете, палетку. Это суперудобно. Опять же, вот такой, знаете, именно профессиональный визажистский бренд. Я вам просто рассказывала и не смотрела, вот когда я наносила на палец. Вы только взгляните. Это вообще как? Это просто какое-то золото смешанное сери... Это не похоже на сухую текстуру по нанесению. У меня нет слов. Я чувствую себя, знаете, русалка как будто бы. На самом деле я не знала вообще, что есть настолько яркие тени. Столько блестящие. Они стоят 500 рублей. Я уверена, что их прям не очень надолго хватит. Я ими буду пользоваться и в обычном макияже добавлять вот так вот, вот сюда. Вот это сияние будет видно оттуда 100%. Ну и последняя сияшка. Последний товар на сегодняшнее видео. У меня сейчас все бы, наверное, будет в блестках. Кстати, на самом деле нет. Они особо не отваливаются. И второй цвет уже поярче. Фиолетово-сиреневый такой. Тоже я прям чувствую, насколько это будет красивый цвет. Нет, друзья, я не верю, что такое можно было сделать. Какое же это красивое сочетание, друзья. Так классно переливаются. Вот видите, из такого голубого в фиолетовый. Просто захватывая все оттенки палитры, мне кажется. Стойкость в течение всего дня вам обеспечена. Также можно будет достать и загрузить этот рефил в основную как бы профессиональную палеточку. Это тоже 10 из 10. Ну что ж, друзья, на этом все. Огромное вам всем спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний обзор. Моими фаворитами, конечно же, остаются эти тени. Опять-таки напоминаю, что вы можете написать в комментариях название следующего бренда, на который вы бы хотели увидеть от меня обзор. Ну а с вами была я, Вероника. Я вас всех очень люблю. Пока-пока. Продолжение следует...